добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты и так ключевой момент для каждого профессионального мастера это выбор инструмента инструмент который вам помогает в работе на который вы возлагаете надежды и который не подведет во время работы очень важно поэтому поговорим о классике жанра это утюжок для накрутки локонов а также для выпрямления волос какой утюжок лучше всего использовать и в данном случае буду брать за основу классический утюжок от babyliss это ellipsis 31 миллиметр ширина рабочего полотна очень важно вот эту ширину давайте подробнее рассмотрим потому что чаще всего все производители делают утюжки классические 25 миллиметров все то есть шире если шире то сильно широко берут 35 миллиметров 45 миллиметров то есть достаточно неудобный для локонов а вот для локонов хотелось бы взять ту самую ширину рабочего полотна непосредственно 30 миллиметров 31 32 и если вы копнете тему поглубже то не так-то много производителей которые делают такие утюжки с таким с такой шириной рабочего пространства в данном обзоре рассмотрю аналоги babyliss также куплены на алиэкспресс то есть стоит покупать не стоит покупать нравится не нравится все плюсы и минусы и так поехали с вами как всегда подробно с толком с чувством с расстановкой художник гример денякина светлана кто не подписался подпишитесь и не теряемся самое главное смотрим этот видео урок поехали а теперь давайте разберемся почему же так нравится утюжок babyliss pro ellipsis 3000 почему в руках он комфортный удобный и лично у меня он 8 лет 8 лет вот первый который я купила он продержался очень долго ну то есть вот 6 лет это точно но потом по досадной моей вине он был испорченный я затем купила новый понимаете ну то есть это по моей вине произошло а так было это рабочий инструмент до сих пор служил мне верой и правдой и как я уже сказала размер ширины пластин 31 миллиметр это очень важно а второй важный фактор что толщина непосредственно рабочего инструмента самого 28 миллиметров то есть есть утюжки плоские совсем тонкие для накрутки локонов не подходит здесь форма эллипса да еще она и плавной и обтекаемой из металла и за счет этого локоны легко прокручивается соответственно еще и внутренние тончайшие покрытие дает потрясающую гладкость то есть скользящие за счет еще в добавок а плавающих пластин то есть вот вот маслом масло как у вас проскальзывать так и локон у вас будет проскальзывать сквозь эти щипцы поэтому удобство и вот комфорт и в накрутке локонов вы знаете что нужно же не передавить а вот именно поймать вот эту волну когда вы зажим делаете в пластинах и соответственно чтобы волосы проскальзывали не во всех утюжках они проскальзывают а есть тормозят и соответственно вы говорите а почему у меня не получается локоны утюжком а потому что недостаточно утюжок скользящий в момент накрутки и протягивания люблю придерживать утюжки второй рукой соответственно не обжигать потому что там силиконовые вставки для пальчиков как раз удобно очень и так регулировка регулировка температуры сбоку 230 нагрев ну класс девочки 230 позволяет вам работать с разными типами волос когда вам нужно прогреть а самое главное в добавок прогреть и еще что еще самое главное чтобы теплоотдача была у инструмента мало того что сами они нагреваются хорошо но они отдавать тепло должны и соответственно это тепло принимает волос и за счет этого тепла волосы принимают любую форму которую вы пожелаете сделать будь то выпрямлять будь то накручивать и вроде бы одни плюсы у инструмента ну действительно это классика которая зарекомендовала и работают многие мастера потому что удобный удобный классный инструмент производители пишут легкие по весу но нет девочки нелегкие вот это единственный минус который мне не нравится они такие весомые тяжеленький металлический корпус дает о себе знать поэтому в руках они так вот хорошо ощущаются и сказать чтобы прям вот не напрягалась рука при когда вы протягиваете нет все-таки вес имеет свое значение поэтому если бы они чуть легче были было вообще классно но тем не менее по факту мы имеем такой инструмент и он базовый хороший на который стоит ориентироваться и так следующие инструменты которые аналоги аналоги буквально копии даже создают сейчас babyliss почему потому что в нашей стране атмосфера не совсем здоровая так скажем и нужны аналоги нужны аналоги уходят многие бренды и babyliss на данный момент когда я сейчас выпускаю ролик 22 год соответственно он стоит 15 тысяч то есть доходит до 15 даже где-то 17 13 ну от регионов зависит абсолютно то есть ценник завышен а вдобавок производитель не гарантирует то что действительно качественный инструмент потому что очень много китайской его подделки такой китайской но за 15 тысяч китайскую подделку купить знаете как-то не совсем комфортненько и правильно я считаю поэтому хочется найти замену самый главный критерий который я выдерживаю в данном случае это ширина пластин 30 31 32 миллиметра вот в этом диапазоне девочки ищем и пробуем и советуем также да кстати если у вас есть рекомендации когда вот вам понравился инструмент непосредственно с такой шириной пластин то соответственно рекомендуем внизу в комментарии потому что конечно я всех инструментов могу и не знать а нас много мастеров профессиональных и возможно вы знаете поэтому пишите рекомендуйте девчонки общаемся в комментарии итак второй инструмент прям как братец-близнец как сестричка такая прям вот очень похожий хэрвэй инструмент 32 миллиметра ширина пластин соответственно керамика турмалиновое покрытие плавность дает за счет этого металлический корпус но все вот очень похоже причем даже на видео видно небольшая вмятина у него есть я даже не поняла как она появилась на самом корпусе то есть в момент покупки или например в момент работы уже то есть металла чуть-чуть мягкий был вот не пойму но тем не менее по поводу инструмента смотрите очень схожая копия внутри единственное находится терморегулятор нагревается максимум 230 градусов что тоже хорошо очень даже хорошая теплоотдача все без проблем единственный такой минус который я у него заметила это вот этот кручащийся проворачивающий шнур он немножко заедает то есть и в моменте когда я накручиваю локоны он как-то все равно не прокручивается и тяжеловато мне работать единственный минус но это все равно аналог это копия девочки она не может быть идеально сделаны как babyliss и надо думать но в целом хорошие копии я считаю что ценником вполне допустим то есть четыре с половиной тысячи он где-то примерно эту тюжок стоит до 5 доходит соответственно в принципе как аналог как бюджетный аналог которым также можно работать хороший рабочий инструмент одним словом следующий такая же копия то есть magic hair 3000 профессионал назвали даже все точно копия как babyliss и 30 миллиметров ширина пластин 230 нагрев ну копия копия поэтому в принципе варианты есть девчонки если не хватает бюджета на babyliss и нету вероятности что babyliss тот самый хороший надежный то в таком случае я считаю можно брать копии и не заморачиваться работать и наслаждаться и получать удовольствие от работы потому что копия ну она конечно будет уступать она не может быть копии прям как оригинал но в любом случае копии не плохие достаточно хорошие и если я рассматриваю инструмент непосредственно с шириной пластин 30 миллиметров то не могу пройти от утюжка быю не конечно же профессиональный классный зеркальный титановый порлотно то есть также эллипсная форма и очень хорошо делает локоны и протягивает просто безумных классный утюжок поэтому также могу сказать что рекомендую а если уж рассмотреть совсем бюджетный вариант то есть в пределах двух с половиной тысяч рублей что можно купить хороший достойный ну вот такой бюджет ну хотите инструмент ну да все равно есть варианты девочки то есть нету такого варианта что прям совсем нельзя за две с половиной тысячи грубо говоря купить хороший утюжок можно но он будет конечно же не babyliss но в любом случае рабочий хороший инструмент поэтому рассмотрим а в руках у меня утюжок купленный на алиэкспресс и соответственно что вы можете купить за две с половиной тысячи на алиэкспресс пожалуйста утюжок во первых самый главный пункт который я выдерживаю в этом видео это пластины шириной 30 миллиметров то есть удобные объемные локона также протягивание на вытяжение и на форму соответственно керамика турмалиновое покрытие гладкость и плавающие полотна естественно добавляют еще больше удобства в работе но тут корпус уже не металл а пластик 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 не самый дешевый я вам хочу сказать но и не самый дорогой тут вот надо отметить что внешние качества утюжка немножечко не совсем настолько вот прям вот хороши эстетические наслаждения так скажем приносят но тем не менее пластик не дешевый как прям совсем китай китая вы можете сказать нет нормальный добротный пластик обтекаемой формы эллипсная форма все то же самое также выдержана форма единственный за счет пластика получается внешне набегает вот этот объем то есть если я сказала что в толщине сам утюжок например babyliss и остальные его копии это 28 миллиметров а здесь толщина немножко до 30 миллиметров доходит всего объема то есть весь утюжок такой получается округлой формы за счет вот этого нарастания пластика то есть в этом как бы плюсы и минусы свои чуть больше объем получается в целом утюжка как дополнительной функции у этого утюжка есть пар соответственно что делает пар естественно он вам больше заглаживает чешуйки волос то есть больше волосы блестят после вытягивания протягивания и как он работает как самый обычный утюг вот для глажки соответственно у вас есть отдел куда вы заливаете водичку водичку можно несколько капель маслица добавить девочки и получается еще эффекты пользы и уходовой поэтому соответственно регулировка пар можно включить выключить то есть работаете и парами без если например вы делаете накрутку локонов то пар порой мешает потому что нужно тогда обязательно работать в перчатке началом был будет вас обжигать если просто протягивать то можно и без перчатки справиться потому что у этого утюжка также наконечники не нагреваются то есть пластик на концах остается холодным и можно придерживать утюжок двумя руками нагревается также до двухсот тридцати градусов что очень хорошо позволяет также вам прорабатывать даже самые такие вот жесткие непослушные стекловидные волосы и в руках у меня утюжок который уже прошел боевое крещение так скажем потому что я им работал неоднократно своих видео уроках я его показывал я говорила что достойный инструмент бюджетный достойный инструмент девочки это не babyliss вы не должны рассчитывать то что вы за две с половиной тысячи на алиэкспресс купите копию babyliss нет действительно это не babyliss но достойные его если например по бюджету вы не проходите хочется заменить то я хочу сказать я была приятно уделена что за такие как бы за такой бюджет можно купить хороший рабочий инструмент хороший вот самое главное мне понравилось что покрытие действительно достойные волосы проскальзывают и в целом утюжком можно работать можно создавать хорошие укладки которые я вам показывал своих в видео уроках причем работать как на вытяжение с паром так и например без пара можно создавать локоны накрутку локонов и если мы рассматриваем утюжки все-таки в такой ценовой категории с алиэкспресс то вам сразу на глаза может бросаться вот этот утюжок также на алиэкспресс выходит в магазинах то есть очень похож на babyliss согласитесь прям точно похож но самый дешевый его копия которая может быть то есть естественно нету тут керамика покрытие керамического соответственно пластины тут самые жесткие металлические которые могут быть пластик очень жесткий и такой вот дешевый дешевый которым категорически неудобно работать поэтому несмотря на красивую как правило картинку которая выставляет продавец и кажется что я куплю утюжок аналог babyliss нет девочки здесь это не тот самый вариант поэтому здесь я могу сказать если вы увидите на алиэкспресс вот такой вот аналог babyliss то нет это не тот вариант который следует покупать даже близко покупать потому что для даже для домашнего использования он не годится то есть это не самый лучший способ выпрямлять волосы делать накрутку потому что пластины сильно металлические которые будут прожигать ваши волосы я рабочий мастер как и вы поэтому все время в поисках хороших инструментов и конечно же всегда задаю такой же встречный вам вопрос девочки пишите свои рабочие инструменты которые проверены интересны и другие мастера коллеги наши прочитают увидят и возможно выберут ваш инструмент которым вы работаете вам нравится и почему нравится пишите обязательно в комментарии так задача напишите топчик такой вот хороших инструментов утюжков непосредственно с шириной платформы пожалуйста девочки учитываем ширину платформы все-таки 30 миллиметров 31 32 но 33 возможно даже есть напишите вот такие варианты чтобы не узкий был утюжок а все-таки объемные и делать на него удобно было и локоны и протягивать вытягивать и вот такой вот профессиональный классный удобный инструмент ваши аналоги пишите в комментарии ну и конечно кто еще не подписался обязательно подписывайтесь на мой канал смотрите новые видео уроки они интересные вы знаете сами что я делаю не только макияж но и также прически укладки различные сложности объясняю все подробно как их создавать пошаговую инструкцию даю затем вы мне присылаете свои работы в соцсетях и у нас идет с вами общение замечательное общение которые направлены на то чтобы создавать красоту делать наших девчонок самыми красивыми и так с вами была художник гример день акина светлана во всех соцсетях абсолютно я есть добавляемся друзья добро пожаловать ловите от меня крепкого здоровья хорошего настроения и удачи дорогие мои до новых встреч на моем канале до свидания и и и и